Добрый день, уважаемые телезрители! Как вы уже знаете, наверное, 2 марта наступает Великий пост, когда мы будем готовиться к принятию самого главного праздника нашей Православной Церкви, праздника Воскресения Христова, праздника Святой Пасхи. Но перед праздником, согласно церковному уставу, мы с вами должны подготовиться духовно, попаститься, поговеть, а самое главное, раскаяться в грехах своей повседневной жизни. Потому что мы круглый год живем в суете, в своих заботах о хлебе насущном, вольно или невольно, сознательно, нечаянно, грешим перед Богом, обижая своих ближних, своих дальних, осуждая, раздражаясь, гневаясь. И вот для того, чтобы достойно встретить праздник Святого Христового Воскресения, праздник Святой Пасхи, мы с вами должны подготовить себя духовно, очистить от греховной скверны. И накануне начала Великого Поста, 1 марта, в нашей церкви есть такая благочестивая традиция – испрашивать друг у друга прощения. Поэтому это воскресенье перед началом Великого Поста еще называется «прощенное воскресенье». История этого обряда, этой традиции и спрашивать друг у друга прощения исходят в далекие времена к палестинским монахам, когда они накануне начала Великого Поста расходились из своих монастырей по пустынным местам, и там в уединении молились Богу, молились о спасении своей души, о спасении всего мира, то есть совершали аскетический монашеский подвиг – дали от посторонних глаз, наедине с Богом. И к началу Старостной Седмицы монахи возвращались в свои обители. Но бывало так, что некоторые монахи из-за преклонного возраста или из-за болезней не возвращались в обители, а умирали в пустыне. И поэтому, зная об этом, что пустыня – суровое место, монахи перед началом Великого Поста старались друг у друга попросить прощения, дабы они не знали, вернутся ли они к Пасхе в монастыре, или их уже не будет на этой земле, или они, может быть, уже придадут свою душу Богу. И поэтому с этих давних времен, на примере палестинских монашеских общин, и мы с вами сегодня живущие, также просим друг у друга прощения для того, чтобы с чистым сердцем, свободным от обид, от злобы человеческой, вступить в подвиг Великого Поста. Потому что смысл Великого Поста заключается в том, что победить свою гордыню, победить свои обиды, избавиться от них, смириться перед Богом, перед людьми, и самое главное – победить само себя. Свои греховные страсти, желания, свои греховные похоти, наверное, самое тяжелое в этом мире – победить само себя. Потому что других людей, как вы прекрасно понимаете, можно обмануть, можно показаться лучше, добрее, умнее, чем ты есть на самом деле. Но ведь Бога, да и самого себя не обманешь, от себя никуда не убежишь. И совесть рано или поздно будет обличать тебя за твою неправду, за твое лицемерие или за твое фарисейство. Поэтому мы с вами должны перед началом Великого Поста искренне, от души, от сердца попросить прощения у своих близких, дальних, сродников, близких, друзей, коллег по работе. Потому что, может быть, нечаянно или сознательно мы их обижали, вольно или невольно, причиняли им душевную боль. И поэтому очень важно с сердцем свободным от обид, зависти, злобы вступить в дни Святой Черездесятницы, чего вам и себе я искренне желаю. Поэтому, братья и сестры, искренне желаю вам перед началом Великого Поста самим простить своих обидчиков и недоброжелателей, и самим испросить у них прощения. Потому что Господь наш Иисус Христос сказал, какой судом вы судите людей, так и я вас буду судить. Как вы простите людям согрешение их, так и Отец мой Небесный простит согрешение вам. Поэтому, если мы желаем, чтобы дни Святой Черездесятницы пошли на пользу, на исправление нашей души, и мы с вами должны простить всех от души и сердца, и самим, перешагнув через свою гордыню и свое я, суметь попросить прощения у наших близних и наших дальних. Здравствуйте! Вопрос следующий. Почему первая неделя поста такая строгая? Почему понедельник, с которого начинается Великий Пост, называется чистый? И как принято питаться, и как правильно войти в пост? Вообще, первая неделя поста, да, мы понимаем, как и последняя неделя поста, страстная неделя, это недели самые строгие. То есть, когда человек входит в пост, когда он показывает Богу свое желание и свое стремление по-настоящему принести и дела покаяния, и принести тот плод покаяния, который он, может быть, стяжает во время этого Великого Поста. Сам понедельник, с которого начинается пост, называется чистым, потому что в этот день на часах читается книга пророка Исаии, в которой есть слова «Омойтесь, очиститесь и принесите плод покаяния, перестаньте делать злое, научитесь делать добро, защищать слабых, вдовиц, сирот». То есть, призывается как раз этими словами, что нужно человеку сделать в пост. То есть, омыться, очиститься от своих грехов и как следствие научиться делать доброе в этот пост. Поэтому он и называется чистым, да, то есть, как очищение от своих грехов, как призвание к тому, чтобы очиститься от своих грехов. Ну, правильно входить в пост, уже церковь призывает входить в пост за три недели до поста, да. И, как мы знаем, в масляной неделе уже человек не должен есть мясо, да, а уже определенный начинается пост. И церковные богослужения за три недели уже начинаются, начинают нас готовить к великопостным богослужениям. Поэтому для практикующего православного христианина войти в пост как бы не составляет никакой сложности, да. Церковь его уже подготавливает к вхождению в пост. Но, соответственно, для тех, кто вдруг решил поститься именно с началом великого поста, да, нужно обязательно все-таки прийти на прощенное воскресенье, попросить прощения у своих близких и благословиться у священника, чтобы он определил меру поста. То есть меру того поста, который именно для желудка, меру того поста, который вы возьмете на себя в соответствии со своими болезнями, в соответствии со своими возможностями и возрастом. И уже вот эту меру нужно пытаться, если мы говорим именно как раз о посте, скажем так, телесном, именно соблюдать то, что благословил вам священник. Симбирская Спасская женская обитель – некогда большой и знаменитый монастырь. Первое упоминание о нем относится к 1663 году. Более чем 250-летняя история крепкой обители прервалась в эпоху богоборчества. В 1920-м монастырь был официально закрыт. Сестры изгнаны, в обители организовали концентрационный лагерь. В числе его узников были и представители духовенства. У Ирмана Харамана есть прекрасный стих. Очень поучительный. Без Бога нация толпа, объединенная пороком. Или слепа, или глупа, или что страшнее жестоко. И пусть на трон зайдет любой, глаголющий высоким слогом. Толпа останется толпой, пока не обратится к Богу. В 1938 году такой толпой в подвале здания НКВД Ульяновска было расстреляно самое большое количество православных христиан за времена лихолетия на Симбирской земле – 78 человек. Перед этим в течение нескольких месяцев арестованных священников, монахинь, мирян допрашивали, добиваясь признания об участии в контрреволюционной деятельности. То есть люди жили в этих камерах, встретили там Рождество, Крещение, Сретение Господне. И вот в один день вот их расстреляли. Расстрел происходил вот так, что в здании НКВД заводили людей с одного входа, со второго входа просто уже выносили трупы. Расстрел происходил так, людям связывали руки сзади, затыкали рот кляпом, и вот для большей такой достоверности пять пуль в каждого человека. То есть просто дровами их так вот в грузовик складывали, вывозили. В числе убиенных было 15 сестер Симбирской Спасской женской обители. Среди них преподобно-мученица Екатерина Декалина. Стать монахиней она решила, когда ей было всего 15 лет. Отец отвез будущую святую в Симбирскую Спасскую обитель. В этом монастыре она провела всю свою сознательную жизнь. Когда пришла беда, рисофорная послушница Екатерина была уже в преклонном возрасте. 62-летняя послушница стойко выдержала ночные допросы, твердо сохраняя веру Христову. Разум Бога Просвященный тебе даровася свыше от Отца Светов Екатерина Богосветлая. Не убоялась и изгнания от отступников неверных из обители Спасовой. Глава Симбирской митрополии Владыка Иосиф посетил Спасский монастырь в канун Дня памяти преподобно-мученицы Екатерины Декалиной. В храме, посвященном ее памяти, Владыка совершил всеношное бдение и чтение Акафиста. Крошечное помещение домового монастырского храма не в состоянии вместить большое количество молящихся, но люди, желающие почтить память святой, разместились в коридоре и на лестнице. На следующий день в Эверском храме Спасской обители митрополит Иосиф возглавил совершение божественной литургии. Монахини, духовенства, миряне, детский и архиерейский хор собрались, чтобы помолиться Господу Богородице и святой преподобно-мученице Екатерине, инокине этой обители. Вспомнить мученическую кончину своей благочестивой соотечественницы, отдавшей жизнь за веру Христову. Чем одухотворялись наши мученики? Верой в бессмертие. Ибо если Христос воскрес, то и мы с Ним вместе воскреснем. А значит и смерти нет, значит и бояться нечего. Значит нужно жить этим упованием соединения со Христом. И они так жили, не щадя своей жизни даже до пролива. Спасский женский монастырь разорялся и уничтожался на протяжении почти ста лет. Но историческая правда всё-таки торжествует. В 2015 году началось возрождение этой обители. Мало-помалу монастырь возвращается к привычной жизни – молитве и труду. Здесь непрестанно звучит неусыпаемая псалтырь. В храмах совершаются богослужения. Сейчас подходит к концу строительство надвратного храма «Колокольни» в честь всех симбирских святых. Уже идут отделочные работы, завершается роспись сводов и стен. Освящение надвратного храма запланировано на 5 апреля этого года. Наталья Шуплецова, Владислав Ролов, Сибирская митрополия. Здравствуйте, братья и сестры! К нам поступил следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, как часто надо посещать церковь? Есть ли какие-то правила, каноны? Или в этом вопросе можно ориентироваться на внутреннюю потребность? Есть такие правила, существуют такие правила, существуют такие каноны. Но надо понимать, что это не такие-то правила, придуманные для того, чтобы нас замучить. Чтобы мы этим правилом были замученными. То есть они все связаны с жизнью. Они все жизнью продиктованы и имеют смысл именно в том... Грубо говоря, у них есть внутренняя суть. То есть для чего это всё нужно? Для чего мы посещаем церковь? Во-первых, всякий христианин обязан причащаться не реже, чем раз в месяц. Потому что это норма в жизни христианина. Постоянно находиться, постоянно причащаться, постоянно исповедоваться. В таком случае у него будет всё хорошо. То есть чем дольше ты от причастия, чем дольше ты не причащаешься, чем дольше не исповедуешься, тем более лукавые помыслы начинают становиться более сильнее. И так можно дойти, в конце концов, и до более тяжёлых грехов и падений. И спрашивается, зачем? Ты почувствовал, что ты ослабел, и ты пришёл, и снова причащился, снова исповедовался, и снова нормально. И вот этот вот ритм, почему замечено, что причащаться надо не реже раз в месяц? Потому что вот это вот из жизни всё снято. С жизни, с жизненного опыта. Вот тоже самый смысл имеется и здесь, когда мы ведём речь о просещении церкви. То есть для чего мы ходим в церковь? Это нужно, вы думаете, Господу Богу, Он без нас обойдётся. Мы ходим туда для самих себя, мы от этого толку получаем. Говорю, Господь без нас обойдётся, а вот мы без Него сгниём в своих грехах и потонем в своей нечистоте, собственно. То есть это всё для нас. Все правила, все эти посты, молитвы, причастили, испытили, это всё для нас, это всё нам приносит пользу. Бог нас освящает, Бог источник нашего освящения, но мы должны к Нему прийти сами. Или вы ожидаете, что вы дома сидя на диване, перед телевизором, прогуляв в службу, вы там получите то, что вы, чего вы себя лишаете, когда на службу не приходите. То есть, конечно, должен быть ритм. Он, в принципе, прописан в одной из заповедей. «Помни день субботний, вы же святите Его, шесть дней делай дела твоя, а день седьмый — суббота Господу Богу твоему». По этой заповеди христиане обязаны посещать все ночные в день накануне воскресного дня и саму воскресную литургию, а также все ночные в день накануне любого большого двенадцатого праздника и литургию на нем. Ну, соответственно, конечно, там у всех свой график, там, понятно, там, работа и пятое-десятое. Ну, это все понятно, но по возможности. То есть, когда вы там имеете такую возможность, но не желаете прийти, ну, вот тогда вам, извините, уже будет грех. Добрый день, братья и сестры! А мы с вами знаем, что помимо заповедей Божьей, которые мы получили от Моисея, нам Господь Иисус Христос во время своей земной проповеди дал заповеди блаженства. Эти заповеди блаженства являются тем ориентиром христианской жизни, который каждый из нас должен соблюдать. Что значит «блаженный»? Сейчас слово «блаженный» имеет другое немножко смысловое значение, но в те далекие времена, во времена земной жизни Иисуса Христа, слово «блаженный» означало «счастливый», «самодостаточный». То есть уже здесь Царствие Божие начинается во время нашей земной жизни, в нашем сердце и в нашей душе. Наверное, вы и сами замечали, когда у вас на сердце мир, покой, тишина, спокойствие, вы счастливы. И, напротив, когда нет мира в душе, когда нет спокойствия, то никакие внешние богатства и блага этого мира не могут делать человека счастливым. Поэтому иногда и говорят, что богатые тоже плачут. Казалось бы, что плакать. Есть средства, есть деньги, богатое живище, богатые машины, но оказывается само по себе это обстоятельство материального состояния не делает человека счастливым. И, напротив, когда ты делаешь добрые тела, то тебе становится на сердце тепло и хорошо. И Господь говорит, блажение нищие духом. Что значит быть нищим духом? То есть быть смиренным перед Богом, осознавать свои грехи, свои человеческие слабости, немощи, не гордиться, не бесчинствовать, а со смирением просить у Бога прощения в своих земных грехах, вольных и невольных, надеясь на обильное милосердие Божие. Если мы с вами люди жестокосердные, иногда злопамятные, иногда вредные, но даже мы, такие несовершенные, умеем делать поступки милосердия и добра своим детям, своим внукам, ради которых мы с вами и живем на этой земле, ублажая своих чад всевозможными ядствами, всевозможными богатствами, одеждами дорогими. Поэтому, братья и сестры, желаю, чтобы каждый из нас имел смирение в своем сердце, чтобы мы были облаженные нищие духом в хорошем смысле этого слова, то есть не гордились и не бесчинствовались. И далее Христос продолжает, блаженные кроткие, то есть те, кто имеет смирение перед Богом. Вот я и желаю, что мы с вами никогда не гордились и помнили о том, что любой талант, если он и есть у человека, это дар Божий, а мы только носители таланта. Если Господь тебя почтил какими-то способностями или талантами, то будь добр, эти таланты развивай не только на благо себя любимого, но и своих ближних, обществу, в котором ты живешь. И я желаю, чтобы все мы с вами были и блажения нищие духом, и чтобы мы с вами были кроткие пред Богом. И Господь, видя наше смирение, обязательно помилует и простит нас, ибо гордный Бог противится, а смиренным Господь дает свою благодать. Дорогие братья и сестры, в Священном Писании, в Евангелии мы с вами читаем слова нашего Спасителя, который говорит, «Заповедь новую даю вам, долюбите друг друга». И если внимательно почитать Евангелие, то мы увидим, что такая объемная книга сводится к двум простым и, как оказывается, очень трудно исполняемым заповедям повседневной жизни. Заповедь любви к Богу и к своим ближним. Христос говорит, нужно возлюбить ближнего, как самого себя. Действительно, если сказать откровенно и честно, каждый любит самого себя, старается о своем здоровье заботиться, заботится о своем пропитании, о своей красивой одежде. Но вот так как мы любим себя, мы должны любить и своих ближних, потому что ближний – это тот, кто в данный момент находится рядом с тобой. Не обязательно близкий родственник по крови, не обязательно брат или сестра, отец или мать, а любой человек, находящийся в данный момент с тобой, является твоим ближним. А мы с вами знаем, что каждый человек – это образ Божий на этой земле. И когда мы с вами кого-то оскорбляем, уничижаем, кому-то причиняем душевную или телесную боль, то в этом человеке мы оскорбляем образ Божий. И, напротив, помогая нуждающимся, жалея кого-то, протягивая руку помощи, мы помогаем самому Христу, потому что Христос говорит в Евангелии, если вы сделали доброе дело одному из малых сих братьев, вы сделали мне. Поэтому желаю, чтобы каждый из нас помнил, что вера христианская подтверждается делами любви и милосердия. Если ты называешь себя христианином, то ты должен прежде всего источать любовь к своим ближним и дальним, совершать поступки, достойные высокого звания человека, чего вам и себе я искренне желаю. Почему после исповеди принято целовать икону или конкретную икону, и обязательно ли это правило? Вообще, нужно сказать, что таинство называется по правильному таинству покаяния. Исповедь, она, скажем так, называется в простонародье. И, как мы знаем, во время таинства покаяния человек подходит к аналою, перед священником произносит свои грехи. И после этого священник накрывает эпитрахелию человека, говорит разрешительную молитву, после которой человек целует крест и Евангелие, которое лежит перед ним на аналою. То есть не икону, а крест и Евангелие. И вот это вот целование, нужно понять, почему оно происходит. Само таинство покаяния, если мы говорим как раз про таинство покаяния, а не про исповедь. Потому что исповедь, это можно просто рассказать про свои грехи. То есть это уже будет исповедь. Мы озвучили свои грехи, то есть исповедовались, рассказали о них. А вот именно таинство покаяния, почему правильно называть? Потому что во время таинства покаяния человек именно кается в грехах. То есть говорит про свои грехи, говорит, что он поступил неправильно, и говорит, что он будет с этими грехами бороться при помощи Божьей. И вот, примирившись с Богом, через таинство покаяния, примирившись с Богом, человек целует крест и Евангелие. То есть прося у Бога, во-первых, целуя крест, он вспоминает о том, какой тяжелой ценой дана возможность покаяния человеку, то есть крестной, искупительной жертвой Христа, и просит у Бога помощи и сил, и благодати для того, чтобы бороться и победить в себе тот грех, который он только что исповедовал. Поэтому это вот очень важный момент тоже таинства покаяния. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! К нам поступил вопрос, откуда идет обычай иметь крестных первые, и обязательно ли крестные? Иметь крестных пошло с древности, с древней церкви, когда люди, которые желали принять крещение, должны иметь поручителя, иметь такого человека, который мог бы не только поручиться за этого христианина, но и научать в дальнейшем вере Христовой. Обязательно ли крестные? Крестные желательные, но не обязательно. Если человек взрослый, то человек вполне сам может научиться вере Христовой и обучиться всем тонкостям вере православной. Субтитры создавал DimaTorzok